Привет, меня зовут Маша, и сегодня мы снимаем вторую серию про пиранью. Итак, начнем. Звери уже довольно долго жили в своем домике, занимались своими делами, кушали, пили, ели, спали и все остальное, и уже начали забывать про злобную пиранью. Но зря, поскольку пиранья не забыла про них, а помнила о том, что в этом домике живет большое количество добычи, вкусных заек с шоколадными ушками, кошечек. А вот в красных штанах это кто? В красных штанах? Да. Это у нас Ося. Ося, ну понятно, Ося пусть Ося. А кто он по видовой принадлежности? Это Чихуахуа. Чихуахуа. Собачка такая? Да. Ее приносят в сумке. Понял. А кто вот эта женщина в клетчатом платье? Мари. Это Мари? Кошка? Кошечка Мари. А вот за осей сидит какой-то медведь, что ли? Это мышка. Извините, это мышка. Сонька. Сонька. Все понял. Дальше. Здесь у нас присутствует голубой платьице. Кто она? Китти. Это Китти. Кошка, да? Угу. Понятно. И в цветастом... В цветастушке. Тут еще одна есть. Это кто? Овечка. Овечка. Как зовут? Тимми? Нет. Шон? Нет. А как? Так. Дай вспомнить. Амбрелла. Как? Амбрелла. Амбрелла. Почему? Зонтик? Почему? Нет. Ну так красиво. Ну как скажешь. Пусть амбрелла. 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 Но самый главный житель этого домика, герой, который избавил, героиня вернее, она же женщина, да? Которая избавила нас от проклятой пираний, это Даша. Да. Которая настолько вжилась в свою роль, что не снимает ласты и маску даже когда находится в домике. Просто я люблю купаться. Ну понятно. Итак, звери живут своей обычной жизнью. Никого не трогают. Кошечки кушают колбаску. Зайки кушают капусту. Баран ест. Что там обычно ест баран? Траву. Баран жевел траву, правильно? Как раз молится трава. А где же наш утеночек, который в прошлый раз чуть не угодил впасть к гнусной пирани. Зато он осмелился. Все правильно. Как зовут этого утеночка? Витя. Витя. Почему не Афанасик? Что за имя Афанасик? Хорошо. Но вдруг на горизонте, под водой, если под водой есть горизонт, показалась гнусная страшная пирания, которую звали, как мы все помним, Клава. Да. Вот она поплывет, Клава, поблескивая своим кроваво-красным брюхом. Приближается к домику бедных кошечек, баранов и утенков. Как-то раз Митя решил искупаться. Маленький-маленький котенок Митя решил искупаться в пруду, который располагался прямо под домиком и прыгнул под воду. Есть. Плавает он под водой, разглядывает подводные красоты. Как вдруг средь толщи воды он увидел что-то красное. Пиранья, это была пиранья. Митька, как пробка выскочила из воды с криком «Пиранья!» «Даша, иди разбирайся с пираньей, раз у тебя получалось!» «Ладно, ладно, иду!» Но пиранья была хитрее, чем в прошлый раз. Она очень быстро начала крутиться вокруг домика, и Даша все никак не могла сосредоточиться на ней и принять боевую стойку. И в один из моментов пиранья сильно укусила Дашу за запаху. «А-а-а-а-а-а-а!» И Даша тоже выпрыгнула прямо из воды. И так звери сидят шокированы, не могут произнести ни слова. Ведь они знают, что прямо под ними плавает смертоносная, кровожадная и прожорливая Клава. Клава высунула морду из воды и кричит зверям. Ну что, звери, глупые кошки, бараны, утки, зайцы, поняли теперь, кто я? Вы мне должны каждый день килограмм мяса, килограмм сала и три килограмма конфет. Если я не получу эту дань, я буду кусать вас изо всех сил. Вы будете орать и кричать от боли. Вы меня поняли? И звери сказали, да. Клава сказала, я даю вам несколько часов на то, чтобы вы собрали эту дань и приду за ней. В противном случае вам не поздоровится. И нырнула в пучину. Продолжение следует. В следующей, третьей серии. Пока.